В Думе Сургута продолжается обсуждение бюджета города на 2024 и плановый период последующих лет. Так, Департамент архитектуры и градостроительства планирует выплату грантов по созданию школ в микрорайонах 20А и 5А. Также пройдут капитальные ремонты в садиках Гусельки и Искорка. Реконструируют школы 8-ю, 32-ю, 30-ю, номер 1, 3, 24, а также центр плавания Дельфин. Заменитые подлатают кровлю в детской школе искусств имени Кукуевицкого и учреждении «Наше время». Оценку технического состояния пройдут объекты историко-культурного центра «Старый Сургут». Также предусмотрены средства для завершения возведения административно-бытового корпуса с атлетическим залом на стадионе «Спортивное ядро». Сейчас идет корректировка проектно-сметной документации, уточняется остаток необходимых средств для завершения строительства и ввода в эксплуатацию. Разработают проектно-сметную документацию по реновации лагерей Барсова гора и Олимпия. У депутатов возник вопрос, насколько целесообразны траты на последние два объекта, поскольку предыдущая актуализация проекта не привела ни к чему. Денег на реконструкцию из бюджетов выше стоящих уровней получить не удалось. Округ принял единую программу строительства. В рамках этой программы планируется реализация именно строя 29-30-й год этих объектов. Это первое. Второе. Если вы слушали послание губернатора и пояснение профильных департаментов, которые мы получали, что Сургут обозначен одной из точек приземления определенных проектов в сфере военно-патриотического воспитания. Поэтому мы надежду здесь не теряем. Планируем заходить активно в эти программы. Для этого, соответственно, нужен проект из МЕТ. Большая надежда есть, что все-таки и большая уверенность, что мы этот проект реализуем. В Сургуте в следующем году благоустроят 14 дворов, а также потратят 1,5 миллиарда рублей на ремонт и строительство дорог. Такие цифры также прозвучали на депутатских слушаниях в парламенте города. Известно, что на благоустройство, содержание городских территорий и охрану окружающей среды запланировано 530 миллионов рублей. Больше половины из этой суммы, 325 миллионов, уйдут на содержание зеленых насаждений вдоль улиц и проездов на территориях парков, скверах, площадей и набережных. Также департамент городского хозяйства заявил о появлении статьи расходов, которые раньше не было. Ликвидация полигона за хранение твердых бытовых отходов. Закрытое хранилище мусора нужно рекультивировать. Происходить это будет с участием средств окружного бюджета. В ближайшие три года на это потратят чуть больше 200 миллионов рублей. При том, что весь объем необходимых средств оценивали в сумму выше 1 миллиарда. Примерно столько же уйдет на ремонт сургутских дорог в 2024. На строительство и реконструкцию предусмотрено 550 миллионов рублей. В пять раз меньше денег департамент городского хозяйства запрашивает на благоустройство придомовых территорий. В следующем году планируется направить на эти цели 106,7 миллионов рублей. Из них 100 миллионов рублей это благоустройство 12-ти торговых территорий по заявкам управляющих организаций. И почти 7 миллионов рублей, чуть меньше 6,7 миллионов рублей. Депутаты попросили чиновников к следующим думским заседаниям подготовить подробную информацию о транспортной реформе, финансовому состоянию и модели развития предприятия СПАПАД. Как на нем отразится приобретение в лизинг 30 новых автобусов. Также народных избранников интересовало, почему при потребности 40 остановочных павильонов в следующем году приобретут лишь 10. По словам Александра Недашковского, возможности бюджета не безграничны и есть иные приоритеты. Давайте мы заложим в эту статью больше остановочных павильонов и не будем так жестко по остаточному принципу подходить к удаленным частям города, поселкам. В департаменте городского хозяйства отметили, что в январе уже запланировали выйти к депутатам с просьбой рассмотреть возможность выделения средств на еще 13 остановочных павильонов. Если запрос одобрят, в следующем году в городе смонтируют 23 остановки общественного транспорта. Проект бюджета продолжат рассматривать на следующей неделе.